Новых отечественных легковушек мы не видели очень и очень давно. Пожалуй, ВАЗовские Веста до X-Ray времён Бу Андерсона были последними действительно свежими разработками. И вот внезапная премьера, притом от КАМАЗа. На самом деле трёхдверный хэтчбэк КАМА-1 два года разрабатывал питерский политех, а большую часть средств выделило Министерство образования. Сам КАМАЗ скромно именует себя индустриальным партнёром. Он является полнофункциональным, он может передвигаться. Он прошёл ряд испытаний на полигоне, то есть мы его обкатывали. Мы удостоверяли, что это действительно рабочее изделие, которое можно показывать людям. Создатели называют КАМУ смарт-кроссовером, но по факту это городской хэтчбэк размером меньше Матиза. Начинка чисто электрическая, а установка ДВС невозможна. Аккумуляторная батарея упрятана в несущее основание каркасного кузова, на который навешаны композитные панели. Электромотор неназванного поставщика развивает пиковые 160 кВт и приводит задние колёса. При разгоне до сотни машинка уверенно выезжает из 7 секунд, а полностью заряженной батареи хватает на 250 км. Зарядка от бытовой сети займёт около 6 часов. И не удивляйтесь тачскрину на руле. В случае аварии он не припечатает водителя после выстрела подушки, ведь она упрятана под потолком. К слову, салон устроен по схеме 2 плюс 2, то есть сзади поместятся только дети. Важная особенность отечественной разработки – сразу заложенные помощники водителю 3-4 уровня, то есть полуавтопилот. Но об этих умениях создатели пока умалчивают. Сейчас готов только единственный образец. Что будет дальше, предсказать трудно. Я полагаю, что возможно дальнейшая воиндустриализация, возможно появится на улицах, но можно быть в немножечко другом габарите. Сам КАМАЗ автомобильчики собирать не готов. А значит, под производство надо найти или построить мощности. Но какие? Пока заложены плюс-минус такие параметры. При ежегодном тираже под 20 тысяч экземпляров, каждый автомобиль реально продавать за миллион рублей. По всей видимости, главными покупателями компактной капсулы должны стать службы доставки и каршеринг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok